Планета Земля до сих пор хранит множество тайн и загадок, некоторые из них скрыты глубоко под водой в течение сотен и даже тысяч лет. На связи Лайтовый канал и сегодня мы представляем топ 10 самых невероятных и шокирующих находок под водой. Начинаем! 10 место. Монумент Йонагуни. Неподалеку от острова Йонагуни находится массивное подводное образование. Ученые до сих пор сомневаются насчет происхождения монумента Йонагуни. Создала ли его природа или в его постройке принимали участие люди? А может он возведен инопланетными цивилизациями? Возраст монумента Йонагуни составляет от 10 до 16 тысяч лет. 9 место. Бимини Роуд. Эта находка расположена неподалеку от Багамских островов. Любители ныряния с аквалангом мечтают увидеть это загадочное строение. Под водой находится дорога, напоминающая часть огромной магистрали. Она построена из больших блоков известняка. Эти блоки напоминают те, которые использовали для строительства инки. Бимини Роуд обладает длиной в 304 метра и 80 сантиметров. 8 место. Затопленные паровозы. Иногда люди обнаруживают на морском дне совершенно неожиданные предметы. Затонувший корабль – предсказуемая находка для дайверов. А вот поезд – это уже интересно. В 1985 году возле побережья Лонгбранч, Нью-Джерси, обнаружили два локомотива. Они были построены в 1850-х годах и являются довольно редкими. Существует несколько версий, как локомотивы могли оказаться под водой, но точного объяснения этому нет. Паровозы лежат на глубине в 30 метров, и самая популярная версия гласит, что они просто выпали с корабля во время перевозки. А возможно, их даже специально столкнули в воду, чтобы спасти баржу от затопления, но подтверждений этим теориям до сих пор нет. 7 место. Тюрьма под водой. Еще в конце 90-х в эстонском поселке Румму была тюрьма и завод по производству щебенки, на котором работали заключенные. Потом тюрьму закрыли, карьер затопило, и здания превратились в подводные музеи. Конечно, нырять тут весьма опасно, но это не останавливает любителей приключений. Летом вода бывает удивительно прозрачной, и поэтому приятно даже просто на нее посмотреть, сидя на берегу. 6 место. Павлопетри. Этот затопленный город находится неподалеку от берегов Греции. Предполагают, что руинам Павлопетри около 5000 лет. Древнее селение было обнаружено в 1967 году. Океанограф Ник Флеминг исследовал изменения уровня моря и случайно наткнулся на затонувший город. Павлопетри скрывается на глубине 3-4 метров от поверхности воды. Под водой сохранилось 15 отдельных зданий, в которых нашли множество древних инструментов и бытовых предметов. 5 место. Гигантская статуя Атланта. Скульптуры и статуи, относящиеся к древним цивилизациям, весьма часто оказываются под водой из-за эрозии почвы или оползней. Но огромная статуя Атланта на Багамах оказалась под водой не по ошибке и не из-за природных катаклизмов. Ее поместили именно в это место специально, и этот Атлант считается самой большой подводной скульптурой в мире. Работа является плодом труда Джейсона Тейлора. Он совместил свое увлечение искусством с любовью к дайвингу и фотографии, чтобы создавать необычайные выставки и подводные музеи. Эта скульптура пока что самая амбициозная из его работ. Основание статуи находится на глубине в 4,5 метра. Скульптура была вдохновлена мифами об Атлантиде, и это по сути женщина, поддерживающая гладь воды, как бы не давая ей упасть. Четвертое место. Байи. Байи – это руины древнеримского города. Здесь любила проводить время знать, развлекаясь и отдыхая. Город находился в зоне активных геологических процессов, так что в нем располагалось множество горячих источников. Этот город посещали Нерон и Юлий Цезарь. После того, как Байи покинули жители, он постепенно ушел под воду. Третье место. Затопленный отель. В 30-х годах прошлого века на берегу озера Миниванка в провинции Альберта в Канаде располагался очень милый отель. И сегодня можно посетить эту гостиницу, но для этого нужно прихватить с собой оборудование для дайвинга. Дело в том, что она находится на глубине 20 метров и попала туда отнюдь не случайно. Гостиница открылась в далеком 1888 году. Здесь находились отдельные домики, ресторан и отель. Но в 1939 году Канада объявила войну фашистской Германии. Поэтому было решено, что ближайшая ГЭС должна повысить свою мощность и давать больше энергии соседнему заводу по производству взрывчатых веществ. Единственным решением стало расширение границ озера. Поэтому гостиницу затопили в июне 41-го года, а уровень воды в озере вырос на 30 метров. Вода здесь ужасно холодная, и поэтому все объекты отлично сохранились. Сегодня это место очень популярно среди дайверов, и их не отпугивает даже температура воды. Второе место. Кромлех. В 2007 году ученые Марк Холли и Брайан Эбботт решили отыскать в пресноводном озере Мичиган в США затонувшие корабли. Однако там их поджидала совершенно другая находка. На глубине 12 метров расположилось каменное строение, кромлех, напоминающий Стоунхендж. Ученые, сделавшие это удивительное открытие, предполагают, что строению примерно 9 тысяч лет. Однако на одном из его камней расположена резьба, изображающая мастодонта, который вымер более чем 10 тысяч лет назад. Первое место. Дворец Клеопатры. Недалеко от берегов Египта находятся подводные руины. По предположениям ученых, они являются дворцом Клеопатры. Более 1600 лет назад землетрясение погрузило это место под воду. В подводном дворце были обнаружены статуи. Одна из них является изображением жреца Изиды, а вторая изображает сфинкса. Эти статуи сначала подняли на поверхность, но потом вернули на морское дно. Дело в том, что во дворце Клеопатры планируют организовать подводный музей. Что ж, ну а на этом все. На связи был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok